Hello, hello, привет, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами его ведущая Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. И сегодня у нас 40-й юнит по грамматике Advanced Grammar News, автор которой Мартин Хьюингс. У нас довольно-таки простая тема на повестке дня подлежащая и сказуемая в английском языке. Это первый урок из темы. Давайте в двух словах вспомним, что это за страшные слова такие. Подлежащая и сказуемая. Подлежащая – это кто или что? Это тот, кто исполняет действие. Сказуемая – это и есть само действие. Например, я сижу. Я – это подлежащая, сижу – это сказуемая. Мой друг работает сапёром. Мой друг подлежащая работает сапёром. Работает, ну это сказуемая, сапёром, ну лишь его характеристика. Это не входит в сказуемое, да? То есть, в принципе, я думаю, что эти два термина, они вам уже настолько приелись, мы уже так часто об этом говорили, что вы их должны знать, друзья. А теперь мы детально поговорим о принципах использования подлежащего и сказуемого в английском языке. Итак, если говорить по сути, то подлежащее на английском языке называется subject. subject, как я вам сказала, это автор действия, это, так сказать, носитель состояния. То есть, он на себе испытывает действие, испытывает или транслирует какое-то состояние. Если по-русски я говорю «я грустный», «я грустная», да? «Я» – это подлежащее, а «грустная» – это уже как бы несказуемое, да? Но в английском языке мы говорим «I am sad», и «am» – это наше сказуемое, да? Оно связывает на меня с состоянием грустный, да? Дальше, сказуемое на английском языке во всех грамматиках называется verb, то есть, просто как глагол. И поэтому немного трудно понимать иногда, что verb – это сказуемое, или verb – это глагол, потому что verb как бы буквально – это что? Это конкретное действие, да? Read, dream, think. Но также под термином verb может пониматься и более сложная глагольная форма, например, will work, have been working, has worked и так далее. То есть, verb – это наше действие, либо наше состояние. Например, I am sad, am – это тоже verb, да? Подлежащее и сказуемое в английском языке, во-первых, они всегда присутствуют, да? В 99% случаев, кроме каких-то укороченных разговорных предложений или редких каких-то, в общем, грамматических конструкций, да, подлежащее и сказуемое всегда являются основой предложения. То есть, всегда есть кто и действия, которые он делает. Также они всегда у нас согласованы по категории единственное и множественное число. Это не всегда очевидно, но проявляется это в том, что, например, я говорю he has a book, да, не he have, а he has, потому что he и has должны быть согласованы по числу. Или, например, he has got a book, he, опять же, с has будет идти согласование. He doesn't have a book, he и does у нас согласованы, да, по категории единственное число. Ну и последнее, да, в сложном подлежащем мы смотрим на число главного существительного. Это уже если говорить конкретно о подлежащем. Теперь давайте более детально посмотрим, как все это описано вот конкретно в книге. То есть, то, что я вам и сказала. То есть, если у нас подлежащее в единственном числе, сказуемое будет в единственном числе. Если подлежащее во множном числе, сказуемое с ним, соответственно, согласуется, agrees with it, согласуется по числу. Да, то есть, ничего сложного здесь нет, мы все это знаем буквально с первых уроков. She lives in China. She lives. Мы не должны говорить she lives, да. Все помним про это пресловутое окончание s, о котором все забывали, потому что оно нам казалось лишним, но здесь работает принцип согласования. More people live in Asia than in any other continent. Больше людей живут в Азии, чем на любом другом континенте, да. More people. Мы видим слово people, множественное число. Соответственно, live. Мы не можем говорить lives. She lives. They live. Да. Anna lives. People live. Вот вам пример согласования. Это согласование иногда будет видно, иногда не будет видно, да. Но есть у нас ряд времен, когда согласование видно. Например, это present simple, present continuous, да. Past simple у нас, for future simple не видно, да. В present perfect видно там, где есть вспомогательный глагол have и его вариант has, да. When the subject of the sentence is complex, the following verb must agree with the main noun in the subject. То есть, когда подлежащее сложное, составное, то глагол будет согласоваться с самым главным существительным, с ядром этой связки. In the examples below, the subject is underlined and the main noun is circle. В примерах ниже у нас подчеркнута группа слов, которая работает как подлежащее, и в кружочке ядро, да. Note how the verb in italics agrees with the main noun. Ну и обратите внимание, что глагол, сказуемое, да, которое у нас в курсиве, согласуется с этим словом. Есть интересные слова, да, italic – это курсив, bold, жирный шрифт, да, underlined – подчеркнуты. Все эти термины в ворде присутствуют, если вы пользуетесь вордом на английском языке. Many leading members of the opposition party have criticized the delay. Многие лидеры оппозиционной партии критиковали отсрочку. Итак, у нас здесь много слов. Many leading members of the opposition party – целая куча слов, и видим, что связка заканчивается как будто бы на что-то одно, на слово party. Party, да. Но мы понимаем, что слово party – это не ядро, потому что всю связку many leading members of the opposition party мы можем заменить на какое местоимение? На they, правда? Не на it, конечно же, а на they. Потому что интуитивно понятно, что ядро – это все-таки слово members, а не слово party. И, соответственно, если связку можно заменить на they, мы ее так и воспринимаем. И используем с ней have. Второй пример. Единственное оправдание, которое он дал своим действиям, было то, что он устал. Опять же, мы видим огроменную связку, заканчивающуюся нам нужное число actions. Но, если посмотреть на нее, the only excuse that he gave for his actions – все это мы можем заменить на слово it. Да? Потому что ядром связки все-таки является слово excuse – причина, объяснение, которое можно заменить на it, а не слово actions. Поэтому, если все заменяется на it, мы говорим it was. Все. Ничего такого сложного. И, опять же, я думаю, мы с вами находимся уже на том этапе, когда эти вещи интуитивно понятны. The verb must agree with the subject when the subject follows the verb. Итак, глагол сказуемое должен быть согласован с существительным, когда подлежащим, да, когда подлежащее требует сказуемого. То есть, если у нас такое предложение, а это большинство предложений, когда после подлежащего, после слова идет сказуемое, то, естественно, мы их всегда согласовываем. Displayed on the board were the exam results. Обозначенные на доске были результаты экзамена. Ну, тут у нас просто как бы инверсия, да, перестановка элементов предложения. В принципе, чаще это предложение будет сказано the exam results were displayed on the board. Здесь мы как бы их переставили местами, но подробно мы будем об инверсии говорить в 99 сотом юните. И тут, опять же, интуитивно понятно, что согласование идет не по displayed on the board, а по слову results, да. Потому что вывешенные на доске это ничто, это вспомогательные поясняющие слова, группа слов, она никоим образом не влияет как бы на ядро предложения. А ядром у нас всегда является подлежащее и сказуемое. Ну, такие вот вещи, опять же, вроде бы, мне кажется, очень понятные и простые. Итак, следующий интересный момент. Нередко бывает так в английском языке, что подлежащее это не существительное, не группа слов с ядром существительным, а так называемый clause. То есть, как будто бы мини-предложение, да. И в основе этого clause, конечно же, будет стоять глагол. Как правило, глагол будет либо в форме ту инфинитива, либо в форме герунди, то есть в инговой форме. И если так получилось, что мы строим предложение не от существительного, а от clause, но оно воспринимается как подлежащее, то технически мы с ним работаем как с it, то есть мы его заменяем на слово it, смотрим, как это работает. Держать этих молодых людей в тюрьме – это бесчеловечно. Здесь мы говорим о каком-то действии. Действие заключается, оно описано целым clause. To keep these young people in prison. Мы видим, что оно построено от ту инфинитива. To keep. И так как вся эта связка воспринимается как it, мы говорим is inhuman. Мы можем всю эту связку заменить на it и сказать it is inhuman. Это бесчеловечно. To keep these young people in prison is inhuman. Держать этих людей в тюрьме – это бесчеловечно. It is inhuman. Опять же, интуитивно. Понятно и ощущается, что можно заменить всю эту связку на it. Имея как бы на себе все обязанности за этот курс, за этот курс для меня обозначает, что у меня будет очень много встреч. То есть здесь у меня есть какая-то ситуация, которую я описываю большой связкой. Having overall responsibilities for the course. Имея все как бы на себе обязанности за ведение этого курса. Все это, всю эту ситуацию мы можем изменить на it. It means that I have a lot of meetings. Having overall responsibility for the course means that I have a lot of meetings. Опять же, все интуитивно понятно. Здесь у нас оборот построен от глагола в инговой форме, то есть от герундия. Значит, у нас здесь инг-клоз. В первом примере был to, infinitive-клоз, здесь инг-клоз. Whoever took them remains a mystery. Кто бы ни взял их, он остается тайной. Здесь у нас клоз построен от местоимения whoever. Whoever took them. И мы не знаем, кто это, ну и автоматически считаем, что это he, например. He remains a mystery. Или вся ситуация. The situation, it remains a mystery. Опять же, мы видим, что все это интуитивно ощущается. Если так случилось, что в роли подлежащего стоит what-клоз, то есть поясняющее предаточное предложение, которое начинается со слова what, то для придания официального стиля речи, обратите внимание, это только для официальной речи, мы можем воспринимать этот клоз как they. То есть, но they уже будет придавать особый контекст, друзья мои. Итак, what worries us is the poor selection process. Что нас беспокоит, это неправильный процесс выбора, плохой процесс выбора. Здесь мы видим, что это более такая как бы неформальная фраза. И what worries us, этот клоз, what-клоз мы воспринимаем как it. И говорим, it is the poor selection process. What worries us is the poor selection process. Но если мы прям хотим, мы можем сказать так. What is needed are additional resources. То, что требуется, это дополнительные ресурсы. Мы здесь намеренно использовали не is, а are после what-клоз, чтобы речь наша звучала, как будто бы я выступаю перед ассамблеей ООН. Почему бы и нет. Итак, давайте еще раз этот блок на английском языке прочитаем, теоретический блок, и двинемся дальше. Итак, если у нас what-клоз, это подлежащее, мы используем глагол в форме единственного человека. То есть, как с it. Если дальше у нас есть еще существительное, которое стоит в единственной форме. То есть, what worries us is the poor selection process. Здесь за счет того, что у нас еще давлеет над всем этим слово process, всегда будет стоять is в первом примере. Но если, например, у нас в качестве как бы давлеющего существительного стоит во множном числе что-то, resources, то только для придания официального контекста, formal context, мы можем здесь поставить не is, а are. То есть, здесь у нас получается как бы на слово are давят с одной стороны what is needed, с другой стороны слово resources. Вот такие вот моменты интересные. Двигаемся дальше. Теперь очень такая интересная тема. Групповые существительные. Часто мы с ней сталкиваемся, и многие люди не понимают, как же с ними работать. Family – это it или they. Например. Или police – это it или they. И вот как-то мы себе запомнили просто шаблоны. Мы говорим my family is good. The police arrest a lot of people. То есть, там police мы себе решили, что это they, family мы решили, что это it. Но на самом деле здесь есть некоторые правила, которые стоит обсудить. Если наше подлежащее, то есть то, которое нам следует согласовать со сказуемым, это групповое существительное, то есть когда непонятно, за ним стоит группа людей, или мы воспринимаем его как одно понятие, а не как группу людей. Вот тут как раз и кроется загадка. Мы можем воспринимать его и в единственном, и во множном числе. Если мы фиксируемся, как бы для себя запоминаем, что групповое существительное, мы для себя как бы ставим галочку, что это, например, одно понятие, например, организация, объединение, группировка, то мы будем воспринимать его как it, то есть как одну ячейку. Но если мы фокусируем для себя, ставим галочку, фокусируемся на том, что это именно группа людей, группа элементов, как правило, это группа людей, то мы можем воспринимать такое понятие и как they. В принципе, на самом деле, разницы часто между тем, выберете ли вы единственное число или множное число, вообще нет. В формальном контексте предпочтительно использовать единственное число, то есть когда мы подразумеваем не элементы организации, а саму организацию целиком. И смотрим, как это работает. Совет как бы отложил принятие решения по поводу новой дороги. Если мы воспринимаем совет как организацию, мы говорим the council has postponed it. Если мы воспринимаем совет как группу людей, то есть там сидят пять советчиков и принимают решение, то мы можем сказать the council have, То есть либо has, либо have, но на самом деле особо какой-то прям разницы великой нет. И чтобы, друзья мои, вы не начинали судорожно думать, ой, а какие еще я знаю групповые существительные, кроме council, police и family. Вот вам большой список. Субтитры создавал DimaTorzok Оркестра и бэнд, можем воспринимать как синонимы, да? Population Press Public School Team University The Bank of England Тут может быть любой банк. The BBC Организация под названием, к примеру, BBC. IBM Название компании. Sunny Тоже название компании. The United Nations Опять же, название какой-то организации. И, в принципе, я думаю, что пока я читала вам этот список, у вас сразу появилось много примеров в голове, и вы знаете, что О школе мы грим, school is, или Team is, да? Population is, например, да? Enemy is. Мы знаем слово enemies, да? И, в принципе, все-таки, мне кажется, что превалирует единственное число, да? Но если вам хочется вернуть контекст, что вы воспринимаете организацию как людей, которые в ней работают, вы можете использовать множественное число. То есть, все-таки останавливаемся, что, наверное, is будет как бы чаще использоваться. То есть, единственное число здесь будет использоваться чаще, чем множественное. Ну и, конечно, друзья мои, контекст, контекст, наше все. Иногда по контексту мы вынуждены использовать только единственное или только множественное число. Смотрим, как это работает. Комитет обычно поднимает, комитетчики даже, обычно поднимают свои руки для того, чтобы сказать «да». То есть, как бы комитет поднимает руки, организация поднимает руку, это что-то непонятное, да? Но если понять, как бы нарисовать себе картинку, кто поднимает руку? Комитетчик, да? Тот, кто в этом комитете участвует. То есть, соответственно, мы должны сказать здесь, должны согласовывать слово «comity» и глагол «race», сказуемое «race» по множественному числу. И второй пример. The school is to close next year. Школа закроется в следующем году. То есть, понятное дело, что не школьники закрываются, да, в классах и сидят там, а школа как организация закроется в следующем году. Ну, честно говоря, не всегда попадался контекст для школы как для организации. И, ну, наверное, надо попыхтеть, чтобы найти примеры того, чтобы school использовалась как ученики, которые в ней учатся, да? Поэтому, в принципе, тут опять же интуитивно, я думаю, что каждый из вас уже имеет огромное количество примеров у себя в голове, которые помогут вам не ошибиться в данной теме. И последнее, друзья мои. Если у нас существительное представляет собой одну идею, одну концепцию, название, цитату, то мы воспринимаем это существительное, опять же, эту группу слов как «it», потому что они транслируют одно понятие. То есть, воспринимаем как единственное число. И даже если так случилось, что главное слово «ядро» у нас стоит во множественном числе, все равно мы воспринимаем эту группу как одну идею, как одну организацию, да, по тому же принципу, и используем согласование по единственному числу. Смотрим, как это работает. В это время года Нидерланды на один час опережают по времени Великобританию. То есть, что мы здесь видим? Что the Netherlands – страна во множественном числе, да, все как надо, но мы воспринимаем ее как страну, одну страну. Не много стран Нидерландов, да, 10 Нидерландов, 50 Нидерландов, what is that? Нет, мы воспринимаем The Netherlands как одно, как бы, одно понятие, поэтому мы говорим The Netherlands is. The Machine Gunners was one of Robert Westall's most successful books. Пулеметчики была одной из самых успешных книг Роберта Уэстала. И вот вам даже обложка данной книги. Итак, мы видим, что у нас The Machine Gunners – пулеметчики – это множественное число, это явно видно, Gunners, да, ядро данной связки. Но мы видим, что, опять же, в английском языке это название написано курсивом, и в русском языке мы обозначаем название кавычками, в английском языке название на письме обозначается курсивом, без кавычек. Но мы понимаем, что за счет курсива все это превращается в одну идею. И так как это что-то одно, мы говорим The Machine Gunners was. Мы можем заменить в данном случае на слово book. The book was. This book was. Или, например, The Netherlands можем заменить на слово this country. At this time of the year, this country is... Бла-бла-бла. То есть смотрите, на что можно заменить. Что можно подставить вместо связки, которая вас смущает. Depth is the word used in the southwest of the country for sports shoes. Depth – это слово, которое используется на юго-западе страны для понятия спортивная обувь. Depth – это множное число, но мы его даем в кавычках. И можем заменить его, например, на this term. Этот термин. Term использовалось бы со словом is. Ну и, соответственно, depth как один термин тоже воспринимаем как it. И говорим, соответственно, depth is the word. Ну, в принципе, тоже такая вещь. Может быть, мы о ней конкретно не говорили, но она интуитивно понятна. Особенно для тех, кто имеет большой запас английского языка. Много чего прочитал, послушал. И интуитивно эти вещи становятся понятными. Ну и, друзья мои, я хочу вам напомнить, что вы можете подписаться на мою группу в контактах. В контактах контакты.com.uk.english, группа в фейсбуке. Поставьте лайк, чтобы получать информацию о новостях. Есть у меня мой, собственно, инстаграм, кого интересно. Подписывайтесь. И пять сайтов, на которых вы можете получить огромное количество дополнительной информации, дополнительного материала по английскому языку, который я для вас веду. Ну что ж, друзья мои, на этом, думаю, мы можем заканчивать сегодня наше занятие. Я надеюсь, что оно вам понравилось. И вы для себя, вроде бы в простой теме, нашли интересные моменты, которые были для вас неочевидны. По крайней мере, лично мне было сегодня интересно поработать с данным материалом. Занятие для вас провела Елена Викторовна Вагнистая, канал OK English. До скорой встречи в новых уроках нашего плейлиста. Bye-bye.